Всем привет, я Алексей, и совершенно недавно мне в очередной раз задали вопрос, какой велосипед больше подходит для людей с большим весом, с избыточным. Отвечаю. Ну, во-первых, нет лучшего велосипеда для большого веса. В принципе, гипотетически, практически любой велосипед подходит для большого веса, но если мы посмотрим на те данные, которые приводят магазины, например, то там на всех велосипедах в бюджете до 50 тысяч, как правило, ну, у большинства нормальных магазинов пишется до 100 килограмм. То есть, свыше 100, типа, нельзя ездить. Но теперь представьте, что вы идете в какой-нибудь поход на обычном хардтейле, который спокойно это выдерживает, вывезете 90, вот я вешу 90, и как бы вы везете еще там 15 килограмм 20 с учетом всего обвеса, 20 килограмм груза. И велосипед от этого не разваливается, поэтому запас прочности у них есть. В принципе, с 120 килограмм просто прогулочно кататься можно вообще совершенно на любом велосипеде. Но если же, ну, да, возможно, кроме дешевых складных велосипедов, которые просто могут переломиться в месте соединения. Если же вы собираетесь что-то большее, чем просто кататься в парке, чтобы поддержать свою фигуру, не сбросить. Нет, о том, что велосипед не помогает похудеть, я уже делал выпуск. А конкретно просто поддержать свой вес, какую-то физкультуру, ОФК и так далее, туда вообще, в принципе, любой хардтейл можно покупать и так далее. Единственное, что, скорее всего, придется заменить колеса. Вообще, на самом деле, в любом велосипеде одна из самых проблемных деталей при большом весе райдера – это колеса. Потому что, как правило, в бюджетном сегменте велосипедов используются довольно плохие спицы и довольно плохие обода. Поэтому приходит момент, когда вы совершенно случайно не заметили камень, ямку, съехали с бордюров, ехали в бордюр, не успели вовремя притормозить. У вас что появляется? Правильно, восьмерка. Это приводит к тому, что, ну, как минимум, ехать становится менее комфортно. А при сильной восьмерке, возможно, вообще ехать будет невозможно. Поэтому сейчас я расскажу о моментах, которые стоит учесть и вообще на что стоит обратить людям с приличным весом. Давайте вот свыше ста. Свыше ста – это люди с избыточным весом, по мнению велопроизводителей. Поэтому, что вам нужно? Вам нужны хорошие колеса сразу. То есть, если вы покупаете самый дешевый Hardtail, то, как минимум, заднее колесо, которое является неподрессоренное, вам однозначно нужно заново переспицевать, а лучше купить новое, собрать. Цена вопроса сейчас, ну, по московским ценам, да, примерно 5000 рублей. Это ДТ-шные спицы, трехканальный пистонированный обод какой-нибудь для даунхилла и фрирайда. И, в принципе, втулку можно оставить старую, родную. Это особой роли не сыграет. Это то, что позволит вам больше быть уверенным в своих колесах. Но при этом все же Hardtail, особенно если алюминий, ну, алюминий не самый лучший материал. У меня 130-килограммовый брат за полгода катания сломал алюминиевую раму у велосипеда. Да, велосипед был дешевое говно, но все-таки. Поэтому я бы рекомендовал людям с избыточным весом, особенно если они хотят похудеть и, как бы, либо активно это начинают делать, либо с перспективой, ну, или просто хотят быть уверенным в надежности своего велосипеда, я бы советовал посмотреть на фэтбайки и на двухподвесы. Объясняю почему. Фэтбайк у него за счет объема колес, по сути, амортизация выполняется колесами. Поэтому там, даже в стоковом фэтбайке, в принципе, нафиг не нужны хорошие спицы, хорошие обода и так далее. То, что там есть, будет достаточно для того, чтобы компенсировать ваш вес. Вы просто поиграете немножко давлением в покрышках и совершенно спокойно будете ездить и не бояться за свои колеса, за свою раму и так далее. Хотя, если вы купите дешевый фэтбайк, за раму первое, что нужно бояться. Посмотрите там в интернете, по-моему, Love Freedom, есть отдельный сайт я находил, там, где, короче, куча сломанных рам. Правда, не помню бренда, но какой-то совсем китаец. Вот. И двухподвес. Двухподвес, по сути, ну, как бы он дороже, чем фэтбайк однозначно и выполняет, в принципе, те же самые функции. То есть, он создает амортизацию дополнительную на ваши колеса, соответственно, когда вы куда-то влетаете, въезжаете, едете просто. У вас за счет того, что есть передний и задний амортизатор, у вас как бы тоже с колесами все нормально. Плюс на двухподвесах, но, опять же, я не говорю о дешевом дерьме, который имитирует подвеску. Без обид все, кто таким владеет, но я им наездился, спасибо. Вот, типа, самых дешевых стелсов, стингеров и так далее. Вот, это не двухподвесы, это софттейлы. Вот. Но они, кстати, тоже справляются со своей функцией в плане компенсации всяких ухабов, если чтобы вы не влетели, не сломали что-то и так далее. Но, в целом, вот, двухподвесы, они еще снижают нагрузку на раму. Опять же, если вы не занимаетесь экстремальным даунхилом, там совсем другой разговор. А если вот просто катаетесь по парку, то, соответственно, шансов треснуть у нормальной, если мы берем нормальной не одной стоимости, а одного класса, да, нормальной хардтейловой рамы алюминиевой и нормальной двухподвесной алюминиевой рамы, у двухподвесной с большим весом, вашим большим весом, будет меньше, чуть-чуть меньше шансов, что она треснет там, где ей не положено или тогда, когда ей не положено. Потому что амортизаторы частично все ваши кинетические импульсы просто погасят. Если мы говорим по материалам, то, конечно, опять же, хромоль, хорошая какая-нибудь, если вдруг найдется сталь, титан, ну, возможно, сканди, я еще не до конца изучил этот материал, но алюминий, карбон, наверное, для большого веса это не лучший вариант. Опять же, да, алюминий, смотря какого производителя, есть производители, которые делают тяжелые алюминиевые рамы, из дешевого сегмента, например, тот же Мангуст, который хрен так просто сломаешь. Если же мы берем суперлегкие из дорогого сегмента алюминий, то там, ну, я бы на самом деле не рисковал, если вы реально большого веса. Да, в принципе, все. На тему давления в покрышках не качайте максимальное. На тему амортизаторов, если у вас они воздушные, то качайте наоборот в максимальное значение. Все максимально просто. И главное, чтобы вы получали наслаждение от катания на своем велосипеде. Все остальное, поверьте, это мелочь, это неважно. Главное, что вы чувствуете от катания на своем велосипеде. Это приносит вам удовольствие. Так больше не слушайте никого и катайтесь. Я надеюсь, мой совет вам помог. Я Алексей, спасибо за внимание. Бай! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...